Хочу поделиться планами, но прежде назову эту цифру, которая, возможно, впервые будет озвучена. Порядка 40 миллиардов рублей в прошлом году получила Саратовская область в виде проектов, инвестиционных программ. Это огромные деньги, которых до этого регионы не получали. В 2021 году, если все сложится, планы, чтобы регион получил инвестиции около 50 миллиардов. И вот в этой связи хочется сказать, давайте сделаем все возможное для того, чтобы средства были потрачены эффективно. По разным направлениям, потому что вот когда читаешь, что средства, полученные очень непросто, использованные. Пустя рукава, поликлиника в Солнечном-2 сначала по срокам ввода отодвигалась, затем отрапортовали, сдали, а сегодня крыша протекла. Насколько эффективно все это реализуется? Если говорить о сносе ветхого варенья в жилье, регион получил средства из лимитов. И у нас есть возможность в этом году закрыть программу, рассчитанную до 2025 года. Сентября, говорил уже, начинают переселять в заводского района людей, в Кировский, в Ленинский район. При этом переселяют на пустыри. Это недопустимо. Многое зависит от тех, кто работает в городе, в области. Раньше вы жаловались на то, что средств не хватает. А сейчас на что? Может быть в зеркало посмотрите? Так нельзя. Мы строим большие школы. Ну уж ремонт. Возьмите на себя. И текущее содержание должно быть на другом уровне. Откуда все эти поборы? Из-за того, что вы вовремя не приняли решение. Надо финансировать школы и садики и уйти от сборов денег. Это должно быть запретом. И когда об этом говорить, со своей стороны готов помочь. Но вы для себя примите стандарт. Вот мы говорили, 2000 на ребенка. Начните выплачивать в этих объемах. Эти средства потратят и на очистку от снега. И в садиках приобретут моющее средство. Приобретут игрушки. Многое другое. То, что было нерешаемым, можно будет решить. Затем соберемся, обсудим вопросы, связанные с ремонтом. С капитальным ремонтом. Системный подход должен быть. Вот тот объем ресурсов, который получит область в этом году, еще больше. Задумайтесь. На 25%. И так как работали в прошлом году, меня просто не может не волновать. Поэтому планируем с привлечением общественных советов, в обязательном порядке, ознакомиться с реализацией всех программ. Ну и, конечно, должен быть контроль. Контроль за качеством. А это значит, организации, которые плохо себя показали, не должны допускаться к конкурсам. Имейте в виду, если только такое опять произойдет, будем реагировать и разговаривать уже в другом месте.